У нас тут есть пластина, которая закреплена в пенопласт. Можно заметить, какая вибрация у этого здорового витража. То же самое, очень и очень большая вибрация, потому что наверху нет тут ни одного крепления. Этот здоровый витраж весом 250 кг, он держится на какой-то фигне деревянной, очень-очень тонкой. Ребята поставили на пенопласт. Вот он. Вот он пенопласт, и вот он сам чопик. Наш здоровый витраж, который с улицы, вот тоже можете заметить, что стоит на деревянных чопиках. Привет, ребят. Наш видос по перемонтажу окон собрал больше миллиона просмотров. И мы решили снять еще один, но в этот раз более детально объяснить, в чем проблемы и как их устранить. Так что поехали. Сам дом строился по процессу энергоэффективных домов. Это что значит? Это значит, что должны быть хорошие энергоэффективные окна, хорошее утепление дома, хорошая крыша. Ну, все в совокупности должно соответствовать каким-то критериям, что связано с энергоэффективностью. У нас за спиной стоит здоровый красивый витраж. Большой. Сейчас модно, чтобы было много стекла, много бетона. И начнем с него. Какие тут есть ошибки и каких исправить. Первая ошибка. Тут везде заказчик поставил ПСП на 25 миллиметров. Он утеплил откос. Это есть хорошо, потому что сдвигается точка рассе. Ребята, когда снимали размеры окон, они не учли подоконный профиль, который есть снизу. Мы к нему вернемся немножко позже. И получилось так, что по бокам ПСП есть, а наверху, как вы можете заметить, экструдированного полистирола нету, потому что витраж не влезал в размеры, и они вытащили пенополистирол, пеноплекс вернее, и установили так витраж. Это первая ошибка. Вторая ошибка, что связана тоже со всеми окнами из-за того, что неправильно сняты размеры, в том, что, если вы можете заметить, наверху они оставили по 2-3, ну, максимум по 5 миллиметров зазора для пена, для наполнения, потому что наполнение есть разное. Может быть и пена, и силикон. Тут есть по 5 миллиметров. Это очень большая ошибка. Почему? ПВХ, у нас тут ПВХ окна, у них есть минус. При холоде они сжимаются, при тепле они расширяются. И если брать в учет, что у нас тут 2,50, линейное расширение этого профиля, несмотря на то, что в нем есть железо, будет порядка 6 миллиметров. Он расширится до момента, как он доходит до бетона, и там уже дальше ему некуда расширяться. И что получится? Что вот эти прямые Гэшки, или прямой профиль, который есть тут, он начнет корежиться, он начнет менять свою форму, несмотря на то, что в нем есть крепление. Одно из самых грубых ошибок, да, тут их много, но с моей точки зрения халатных ошибок, это то, что вот на такой здоровый большой витраж посередине стоит одно крепление. Вот если мы немножко отодвинем, можно заметить, какая вибрация у этого здорового витража. И фишка в том, что это не только тута, это почти у всех окон. Ребята по бокам еще использовали крепление, да, поставили пару штук, но наверху на малых конструкциях стоят хотя бы там по одному, по двум креплениям. В соседнем витраже, скажу так, там большой витраж, его не открывается, не закрывается. Тут у нас есть балконная дверь с выходом на террасу. И тут то же самое, очень и очень большая вибрация, потому что наверху нет тут ни одного крепления. Расскажем, как вот эти проблемы нужно их устранять. Очень просто. Сейчас в открытом доступе в гугле, если вбить крепление для монтажа окон, там появится куча чертежей с надписями, с фотографиями вернее, где и как, сколько крепления должно быть. В данном случае с витражом, да не только с витражом, есть стандарт, который прописан в ГОСТе, по 15 сантиметров от угла, по 15 сантиметров от импоста, и при белом цвете это через каждые 60 сантиметров должно быть каждое крепление, при темных цветах это через каждые 50 сантиметров. Обязательно по всему периметру, что снизу, что по бокам, что сверху, 15 и через каждые 50. Вот зафиксировать в данном случае. И как исправить эту проблему? Значит, вытаскивается витраж, вставляется столько креплений, сколько ему нужно, опускается обязательно сверху, утепляется ПСП на 2 сантиметра, как он идет по бокам, опускается на 15 миллиметров ниже монтажный шов, который должен быть, и ставим столько креплений, сколько нужно. В случае с дверью то же самое. Нужно демонтировать дверь, почистить пену, да, сверху наклеить этот ПСП на 2 сантиметра, оставить зазор для пена 15 миллиметров, и то же самое, по 15 от угла, и через каждые 50 сантиметров. Но в случае, где у нас есть открывающаяся часть, мы должны еще поставить в нижней части, в нижней части, должны поставить пластиковый клин, и по диагонали наверху. Почему? Когда работает дверь, вся нагрузка двери, она передается в нижний угол, и она передается по диагонали. Кроме крепления, которое у нас есть железного, да, пускай это будет пластина, турбовинт, химический анкер, без разницы, с которым он есть, должно быть этот пластиковый клин, чтобы передавал нагрузку створки, петли вернее, на сам бетон. И клин, как его нужно ставить? У нас есть видос по этой теме. Не нужно ставить клин поверх ПСП, нужно в ПСП нарезать такой квадрат в размер клина, его туда засунуть, чтобы нагрузка передавалась не на полистирол, а на сам бетон. От двери прямо на сам бетон. Одно тоже из грубейших ошибок, когда речь идет о энергоэффективном доме, мостике холода. В данном случае тут не использовались консоли, был сделан такой упорный элемент из кирпича, на который монтировались все конструкции, потому что так сделано во всем доме. Что можно сделать в случае, когда невозможно использовать консоли, или невозможно использовать доборные профиля? Ссылка на этих видосов тоже будет сверху, у нас есть видео снято про доборы, про консоли. Но что можно сделать? Вот данный кирпич, который есть тут, его нужно было срезать на уровне, чтобы он был на уровне вот этого подоконного профиля, который идет снизу. В данном случае это 5 сантиметров с кирпича нужно было спилить, чтобы торцевая часть кирпича была на уровне подоконного профиля. У нас получается, что вот зазор между подоконным профилем и самой рамой, у нас остается еще сантиметров два, на то, чтобы мы смогли утеплить вот этот торец этого кирпича. Плюс к этому утепление будет и сверху. И получится, что наш нижний монтажный шов, он уйдет в зону утеплителя. Это очень важно, потому что теплопроводность окон, она намного меньше, чем теплопроводность вот этого кирпича. И нужно вот как-то сочетать, сделать так, чтобы самая слабая точка не попалась у нас на нижнюю часть. Это просто понять, когда вот вы заходите домой, у кого есть балконные двери, вот возле балконных дверей там всегда постоянно холодно. Почему холодно? Потому что холод отсюда поступает в дом, и нижняя часть, она холодает. И получается так, что вот ты греешь. Там не сильно, конечно, немного денег уходит на прогрение вот этой части, но немножко некомфортно, когда вот начало холодно, а потом уже дальше идет тепло. Как исправить, я говорил. Режем кирпич на 5 сантиметров вровень, не с окном, а вровень с подоконным профилем, который там снизу. И утепляем вот нижнюю часть. И тогда мы уходим от этого мостика холода. Давно все знают про пластиковые клини, а они стоят пару копеек, они настолько дорого стоят. Как мы можем заметить, да, ребята тут, кроме того, что ставили зазор в те же 5 миллиметров, о котором шла речь, они поставили на обычные деревянные клини. Этот здоровый витраж весом 250 килограмм, он держится на какой-то фигне деревянной, очень-очень тонкой. Дерево со временем, оно высыхает, витраж провисает, створки не открываются, короче, и делается только головная боль. Это как и с креплениями, это большая ошибка. Нужно использовать пластиковые клиния и ни в коем случае не использовать эти деревяшки. Я не говорю, что, скажем так, в дорогих, хороших окнах должно быть везде, но хотя бы на первом этаже фурнитура у окон, у дверей, у балконных блоков, она должна быть противовзломной. Почему она должна быть противовзломной? Ну, мало кто захочет влезть в дом. В данном случае тут стоит хорошая фурнитура, хороший бренд, назову так, но тут нету никакого класса противовзломности. Простые конуса, простые цапфы, простые ответки, нету ничего противовзломного. Влезть через эту дверь порядка двух минут, если мне кажется, даже быстрее. И что связано с ручками, да, заказчик закрыл ручки, но тут тоже брать в учет, что дорогие, хорошие, красивые окна, не скажу, что вот дешманские эти ручки, они хорошие. Должны быть хорошие хоповские ручки. Створка тяжелая, пакет на 52 мм, три шестерки, он тяжелый. Снизу нету ни одного приподымателя. Хотя у компании Grace United есть для этого предусмотренные приподыматели, они должны быть тоже обязательны. Как это исправить? Хотя бы поменять фурнитуру у дверей, которые выходят на первый этаж, двери, которые выходят на балкон, поставить противовзломную фурнитуру. Обязательно поставить приподыматель. Если нету у компании, которая изготавливает фурнитуру, нету приподымателя, можно взять роликовый приподыматель от компании Ziegenia, он везде подойдет. Либо есть тоже крутой приподыматель от компании Винхаус, который вставляется сзади. Зачастую он используется у деревянных дверей, но он тоже бомба. Там они выдерживают до 150-200 кг. Поставить, дверь не просядет ни в коем случае. И у нас будет противовзломная фурнитура. Будем спать спокойно. Не будем бояться, что кто-то может влезть в дом. Вот представьте, новые окна, да? Но чтобы закрыть ручку, мне, как взрослому человеку, нужно приподставить усилие, да, чтобы эта ручка закрывалась. И речь не идет только у этой двери, и она не просела. Это главное, потому что она вертикально стоит нормально. Этот звук, который слышно, это от защелки курильщика. Но, чтобы ее закрыть, нужно предоставить усилия. В чем тут ошибка? Первое. Скорее всего, ответные конуса не стоят от этой системы. Первое. И второе. То, что должны были сделать монтажники, не ребята в цеху. Это не нужно путать цех с монтажом. Они должны были вот эти цапфы ответные, их немножко ослабить. У них наверху тут есть вот эта выемка прорезина, которая показывает, как они стоят. И их нужно было немножко ослабить, чтобы сама ручка закрывалась нормально. Потому что в данном случае, если форсировать вот эту ручку, с фурнитурой ничего не случится. Но сама ручка, она долго не проживет. Очень важно при выборе окон для энергоэффективного дома, чтобы сама вот багета, которая стоит внутри, она должна быть из полимера. Почему? Потому что у окон есть слабая точка. Это называется краевая зона. Это 15 сантиметров от багета. Зачастую вы выбираете теплый профиль, хорошее стекло, но вот сама багета, она холодная, она алюминиевая. И, как вы можете видеть у себя дома, по периметру делается иний. Почему? Потому что вот эта точка, она самая холодная. Обязательно она должна быть либо из полимера, либо из каучука. В данном случае хорошо, что заказчик вник в эту тему, и он сам запросил у ребят, которые здесь готовили окна, полимерную багету, потому что они хотели поставить тоже алюминиевую, но не есть правильно. Если мы делаем энергоэффективные, хорошие окна, они должны быть обязательно с полимером, либо с каучуком. Это суперспейсер. То, что тоже немаловажно, когда речь идет о пластинах, когда фиксация идет через пластину, обязательно она должна не только защелкиваться, но еще вшурупиваться в саму раму. И обязательно должно быть две точки крепления. Раз точка крепления, и вторая точка крепления. Объясню почему. Когда мы крепим только на одну точку крепления, и низ, вот как в данном случае стоят деревянные эти бобышки, они высохнут, и сама конструкция будет играть вниз, она будет спускаться вниз. Когда у нас идут две точки крепления, это не позволит самой конструкции, чтобы она уходила вниз. И вам придаст какую-то страховку, что сама конструкция не осядет. Но это не значит, что не нужно использовать пластиковые клинии. Наш здоровый витраж, который с улицы, вот тоже можете заметить, что стоит на деревянных чопиках. На деревянных чопиках. Ребят, они стоят копейки, эти пластиковые клинии. Ну, нужно использовать пластиковые клинии. Если на большом витраже чопика стояли на бетоне, то тут вообще есть ноу-хау. Сами деревянные чопики, да, ребята поставили на пенопласт. Вот он. Вот он пенопласт, и вот он сам чопик. Он стоит на пенопласте. Тоже с... У нас другой витраж. Нету ни одного клина. Ни одного клина туда нету. И плюс к этому сама вся конструкция стоит на ПСП, на экструдированном пенополистироле. Но я хочу поговорить сейчас о самом подоконном профиле, который стоит снизу. Как вы можете заметить, да, у нас порядка... Вот столько. Порядка 5 сантиметров до подоконного профиля. Это что значит? Это значит, что у этих хороших окнах снизу стоит вот такой аппендикс на 3 сантиметра подоконного профиля, у которого теплопроводность просто вообще никакая. Этот подоконный профиль, он зачастую... Я бы его использовал как вещь для транспортировки, потому что монтировать его ни в коем случае не нужно. Что нужно, чтобы было снизу? Вот он, аналог Блаугела, аналог Триотерма. Ребята с пеносилой его делают. Он очень доступный в цене. Он очень доступный в цене. Насколько я понял, он продается даже в строительных магазинах Украины. Скорее всего, он будет и на всех строительных полках страна Сан-Ге. Нужно использовать его. Мы повышаем теплопроводность монтажного шва, вытаскивая вот эту штуку, чуть не назвал по-другому, и вставляя такой Триотерм снизу. Это самая слабая точка у окна. Вот этот маленький подоконный профиль. Его нужно снять и поменять на более теплый. Если нету Триотерма, нету Блаугела, можно использовать доборный элемент от других систем. Если у нас тут окошко имеет 92 мм, ее ширина, можно использовать доборный элемент в 70 мм шириной от без разницы каких-то других систем, которые, они не дорогие и они не дешевые. Потому что устанавливая хорошее окно, нижнюю точку, нижняя точка будет промерзать. Вот в этом случае. На втором этаже мы обнаружили вообще две штуки очень интересные. Ребята вытащили или поломали, скажем так, подставочный профиль и взяли, забабахали две, два чопика между рамой и самым кирпичом, чтобы это все держалось. Но знаете, как Нагана поет, верх цинизма еще и даже нет. У нас тут есть пластина, которая закреплена в пенопласт. Одним турбовинтом тоже так не должно быть. Если мы посмотрим на саму конструкцию, одна, единственная пластина. у нас наверху на третьем этаже есть дверь с выходом на террасу. Ну, обычная дверь сделана из оконного профиля, да, но тут тоже есть маленькая ошибка. Я сейчас про нее расскажу и расскажу, что нужно сделать, чтобы ее исправить. Зачастую двери с замками на 92 на 82 миллиметров. Вот такие замки ставятся на профиль входной группы, да, потому что он широкий, туда можно вставить нормальный этот замок. В чем ошибка эта? Объясню. Чтобы вставить такой замок на вот эту балконную дверь, получается, что само железо, которое идет внутри, саму армировку, которая держит створку, ты ее не можешь поставить целиком. И зачастую ребята в цеху ставят коротыш до замка и один коротыш поверх замка. И получается вот эта середина, часть, которая посередине, она без армировки. Чем это чревато? Это чревато тем, что вы много раз видели, как углы уходят наружу, середина остается. У профиля нет армировки и он теряет свою геометрию. Что нужно сделать в случае, когда уже окна стоят и чтобы этого не случилось. Хорошо, что фурнитура идет сверху донизу. Нужно стараться при закрывании этой балконной двери ручку поднимать вверх, чтобы она постоянно была закрыта вот в этом состоянии, чтобы она прилегала что внизу, что наверху, потому что вот этого армирования, которого нету тута, он испортит немножко ее геометрию. Есть еще большой плюс тута, потому что на саму дверь не попадают солнечные лучи, тут есть козырек здоровый, и она не так сильно нагревается, так что она, ну, скорее всего, прослужит немножко дольше. Вкратце, можете купить хороший Мерседес, да, или БМВ, Феррари, без разницы, и отвезти его на СТС дяди Федев гараж. При заказе хороших, дорогих, да не то, что хороших, дорогих, при заказе окн обязательно берите в расчет сам монтаж, сам замер, видели, что тут из-за замера есть тоже косяки, старайтесь обращаться к компаниям, у которых есть уже за спиной хоть какой-то опыт, которые смогут вам предоставить то, что вам нужно, а не то, что вы хотите, то, что нужно вашему дому, а не вашей хотелке. Ставим лайки, подписываемся к нам на канал и до скорой встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова